Сначала времен люди искали подходящего им Бога. Им нужен был Бог, который бы соответствовал их предвзятым представлениям. Им нужен был Бог, который любит то, что любят они, и верит в то, во что верят они. Им нужен был Бог, который учитывает их чувства и всегда готов прийти на помощь. Однажды мой друг рассказал мне историю о церкви. Это была одна из тех степенных церквей, где 60 лет ничего не менялось. Затем туда приехал молодой евангельский пастор и стал проповедовать Слово Божие. Как-то к нему подошел один из старожилов церкви и сказал то, что я повторю дословно. «Преподобный, если бы Бог сегодня был жив, его бы шокировали перемены, которые вы произвели в этой церкви». Прежде чем обвинять этого парня, нужно сказать, что сегодня многим христианам свойственно такое же отношение. Они похожи на маленького мальчика, который рисовал картину, когда подошел его отец и спросил, «Сынок, что ты делаешь?» Тот ответил, «Рисую портрет Бога». Отец сказал, «Сын, никто не знает, как выглядит Бог. Бог есть дух. Как ты можешь так говорить?» А сын ответил, «Через несколько минут узнают». Возлюбленные, таким же было отношение людей, живших в Риме, которым писал апостол Павел. Хочу прочитать вместе с вами самый последний стих девятой главы. Пожалуйста, откройте его в своей Библии. Это самый последний, 33 стих. Тут сказано, «Вот, полагаю, в Сионе, камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Это самая сущность христианской веры, самая сердцевина Евангелия Иисуса Христа. Это самый основополагающий стих всей девятой главы послания к римлянам. Остальная часть главы посвящена ответам на вопросы тех, кто обвиняет Бога в пристрастности и несправедливости. Я хочу озвучить вам четыре пункта, всего четыре. Во-первых, обещания суверенного Бога никогда, никогда не останутся неисполненными. Запомните это. Это стихи с шестого по тринадцатый. И далее, во-вторых, характер суверенного Бога таков, что он более чем беспристрастен и справедлив. Это уже стихи с четырнадцатого по восемнадцатый. Далее, в-третьих, суверенный Бог нам не подотчетен. Это стихи с девятнадцатого по двадцать девятый. Мы рассмотрим каждый из них по отдельности. Потом, в-четвертых, суверенный Бог всегда держал в уме Иисуса. Еще до сотворения Бог держал в уме Иисуса. Теперь мы кратко рассмотрим эти четыре пункта. Прежде всего, обещания суверенного Бога никогда не останутся неисполненными. Бог всегда благоволил к народу Израиля. Не сомневайтесь в этом. Об этом ясно говорят четвертый и пятый стихи. Павел перечисляет признаки этого благоволения. Всего их семь. Они — потомки Авраама. Они были приняты Богом. Они вступили с Богом в завет. Они получили закон, у них был храм для поклонения, им были даны обетования о Мессии, у них был патриарх, через которого пришел Иисус. Это удивительная привилегия, так же, как у ребенка, рожденного в завете христианской церкви. Он растет, чтобы знать Иисуса, слышать об Иисусе, получать наставления об Иисусе, познать праведность Бога и знать Слово Бога. Это привилегии, которыми некоторые разбрасываются. Как ребенок привилегии может стать ребенком предрассудков. Как ребенок благословения может стать ребенком богохульства. Павел сказал, что дело не в том, что Бог не выполнил свои обещания. Нет, и миллион раз нет. Так что ж тогда? Шестой стих говорит. «Ибо не все те израилетяне, которые от Израиля». Не упустите этот момент. Многие упускают. А вот что говорит Павел. С самого начала было два Израиля. Два. Далее он объясняет эти слова и приводит примеры. Один — это потомки Израиля, те, кто верит так же, как верили Авраам, Исаак и Иаков. Что говорит этим Павел? Он говорит, что все Божьи обещания предназначены не номинальному Израилю, а духовному. Так же, как спасение не для номинальных христиан, но для верующих христиан. Божьи обещания всегда были и будут для верного остатка Израиля. Помните, в послании к римлянам 2 главе 28 стихе Павел доказывает отличие между теми, кто обрезан телесно, и теми, кто обрезан духовно. Не внешне, а внутренне. В своем сердце он показал это отличие в самом начале послания к римлянам. Теперь он говорит, я приведу доказательства. Я докажу свою точку зрения, проведя различия между номинальными евреями и верными верующими евреями. Это два разных народа. Те, кто верят подобно Аврааму, истинные потомки Авраама. А затем Павел приводит пример из Писания, из Ветхого Завета. Он говорит, что у Авраама было всего два сына, Исаак и Измаил. В 13 стихе есть глубокий смысл. Если у вас есть Библия, подчеркните этот стих, потому что он требует объяснения. Многие люди спотыкаются на слове «возненавидел». Вы видели это слово? Там сказано «Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел». Хочу объяснить это. Это очень важно. На самом деле нет правильного эквивалента тому слову, что стоит в оригинале. В еврейской речи это называют гиперболой. Послушайте внимательно то, что сказал Иисус в Евангелии от Луки, 14 главе, 26 стихе. «Кто не возненавидит отца своего и матери, тот не достоин меня». Мы говорим минуточку. Майкл, любящий Бог, который пошел на крест из любви, говорит о ненависти? Расслабьтесь, сейчас я все объясню. Лучше всего я смогу перевести и объяснить эти слова так. Иисус говорит, вы должны поставить свое спасение выше тех, кого любите, выше всего остального. Если вы действительно хотите принять мое спасение, оно должно стать вашим желанием номер один, жаждой номер один, стремлением номер один в вашем сердце. Оно должно стать приоритетнее всех отношений. Спасение должно быть вашим главным желанием. Обещание Бога Израилю не осталось неисполненным. Нужно понять, что это было обещание для духовного Израиля. Почему? Потому что все обещания Бога предназначались верному остатку в Израиле. Настоящие потомки Авраама — это те, кто имеют веру Авраама. Но не обязательно расу Авраама. Обещание суверенного Бога не останется неисполненным. И далее, во-вторых, характер суверенного Бога. Более чем справедлив. Он беспристрастен. Это стихи с 14 по 18. Теперь мы понимаем, что Божьи обещания не остаются неисполненными. Они исполняются в духовных потомках Авраама, Исаака и Иакова. Так почему же? Почему? Еврейские лидеры ложно обвинили апостола Павла в предательстве иудаизма. А вот послушайте-ка внимательно. Возражения, которые они выдвинули, как и ответ Павла, также озвучены в этой главе. «Справедливо ли, что Бог избрал Исаака вместо Исаава?» Сегодня я слышу то же возражение. «Справедливо ли со стороны Бога избрать Иакова вместо Исаава?» Павел пишет. «Вы неправильно задаете вопрос». Неправильно. Вопрос не в том, справедлив ли Бог. Вопрос в том, милосерден ли Бог в целом. 15 стих. «Суверенный Бог говорит, кого миловать, помилую». Вопрос критиков не продуман. Когда речь идет о Божьем спасении, забудьте о человеческой логике. Бог действует по своей собственной логике. Если Бог поступит по справедливости, никого из нас не останется. Никого. Это будет патовой ситуацией. «Если Бог поступит со мной по справедливости, меня разорвут аллигаторы». Возлюбленные, признаюсь вам, я никогда не молился о справедливости для себя. Я молился о других. Бог, у меня есть список людей. Вас даем как следует. Глупо молиться о справедливости. Только глупцы молятся о справедливости. И могу сказать вам, что моя мама не воспитывает глупцов. Какая там справедливость. Я молю о милости, а не о справедливости. Я молю Бога о милости. Возлюбленный Бог ничего нам не должен. Кроме суда, разве что. Бог-курьер, которого сегодня проповедуют во многих церквях, не имеет ничего общего с Богом Яхвой, Отцом нашего Господа Иисуса Христа. Откройте 17 стих. «Когда фараон ожесточил свое сердце, Бог сказал, я умножу то, чего ты хочешь, и еще больше ожесточил его сердце». Обещания суверенного Бога не остаются неисполненными. Во-вторых, характер суверенного Бога справедлив и беспристрастен. В-третьих, суверенный Бог нам не подотчетен. Теперь стихи с 19 по 29. Здесь озвучен вопрос следующего критика. «Если Бог милует того, кого хочет помиловать, тогда зачем вообще молиться?» Действительно, это сэкономит столько времени. «Зачем рассказывать о Боге? Зачем терпеть атаки?» Коллег на работе. «За то, что я живу жизнью христианина и говорю им о Христе. Если Бог помилует, кого захочет, зачем мне что-то делать?» Вы это слышали, да? Я рад, что на этот вопрос ответил Павел, а не я. «Если бы пришлось отвечать мне, я бы все испортил». Здесь с 19 по 29 стихи Павел пишет, «Если вы просите Бога ответить на неуместное требование, отсчитаться перед нами, вы усугубляете проблему. Вы ее только усугубляете». Вот перевод Юсефа. Павел пишет, «Остынь на минуту и подумай о своем жалком познании Бога». По своей милости Бог позволяет нам, как своим детям, задавать Ему вопросы. И в этих вопросах нет ничего плохого, но здесь речь не об этом. Проблема возникает, когда мы требуем, чтобы Бог дал нам ответ. Чтобы Он перед нами отчетался. Да, мы живем в демократической культуре и обществе. Я благодарю за это Бога. Мы понимаем, что если избранные нами власти не делают то, что обещали, мы можем проголосовать против них. И вот в чем проблема, возлюбленные мои друзья. Многие люди в церкви считают и верят в то, что проголосовали за Бога. Вы понимаете, да? Я говорил об этом в прошлый раз. Думая, что проголосовали за Бога, они готовы привлечь Его к ответственности. Это лжеучение. Я говорил об этом лжеучении в прошлом послании. Эти люди фактически говорят, «Я голосовал за Бога». Я Его выбрал, а не Он выбрал меня. Это мое дело. Как ходить с Богом? У меня для вас новость. Если бы это было моим делом, я бы давно потерялся. Вот это да. Мы решили. Мы Его выбрали. Мы американцы. Мы центр вселенной. Нет, не так. Центр — это Бог. Бог — центр вселенной. Понимаете? Он — центр. Воздайте Ему всю славу. Возлюбленные. Своими собственными ушами я слышал проповедников, которые пытаются преуменьшить Бога. Они хотят сократить Его масштабы до карманного размера. Эти проповедники хотят привлечь Бога к ответственности. Я смотрю на это так же, как смотрю на человеческие отношения. Родители отдают и делают все ради своих детей. Достигнув совершеннолетия, эти дети не выражают ни благодарности, ни признательности. Или же работодатель принимает на работу человека, которому очень нужна была эта работа. Затем этот работник предает своего работодателя. Подумайте, насколько это разрушительно с точки зрения человеческих отношений. С Божьей точки зрения. Это еще разрушительнее. Подумайте, как это страшно. Не почитать и разочаровывать любящего Бога. Мы берем из Его рук всю благодать. Мы берем из Его рук все благословения. Мы берем из Его рук милость, которую не выразить словами. И в тот момент, когда что-то идет не так, и в нашу жизнь приходят трудности, мы злимся на Бога. Не поймите меня неправильно. Павел не говорит об искреннем верующем. Я тоже был таковым. Искренним верующим, который порой бывает ошеломлен он своей ситуацией или обстоятельствами. Приходя к Господу, он просит, «Господь, сделай что-нибудь». Павел говорит не об этом. Он говорит о тех, кто вообще не уважает Бога. И относится к Нему. Как к посыльному. Возлюбленные. Павел говорит, что мы должны позволить Богу быть Богом, если Он действительно суверенный Бог. В Его действиях есть совершенный смысл. Однажды мы Его поймем. Не в этой жизни, так в вечности, но однажды мы поймем этот смысл. Теперь поговорим о тех из нас, кто порой злится на Бога из-за греха и злостных грешников. Я уже говорил, что сделаю это. У Павла есть для вас Слово. Он говорит, «Будьте терпеливы, очень терпеливы. Божий суд над грешниками скоро совершится, и он будет очень зрелищным». Суд будет настолько суровым, что вам даже не захочется оказаться рядом с теми, кто будет судим, потому что Бог есть Бог. Он делает то, что захочет, когда захочет, и так, как захочет. В этом отрывке, в девятой главе послания к римлянам, Павел цитирует Ветхий Завет. На тот момент он был Библией Павла. Там сказано, что язычники придут к Богу верой и станут Его народом. Однако свои, как написано, и сказано это в первой главе послания Иоанна, свои Его не приняли. Они не будут Его народом. В этот страшный день Павел был очень далек от предательства иудаизма. Он лишь провозглашал то, что говорили о Мессии, пророки. То, что люди не захотели принять Господа, не Его проблема. Это их проблема. Бог жаждет, чтобы люди перестали ожесточаться, чтобы каждый пришел ко Христу. Послушайте, что сказал сам Иисус. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. Вот его слова. Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада, так всегда называют язычников. С Востока и Запада, значит, издалека. Многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царство Небесном, а сыны Царства, то есть еврейский народ, народ Завета, извержены будут во тьму внешнюю по причине своей духовной слепоты, эгоизма, самодовольства, а не разозляться на то, что вход на небеса возможен только через пролитую кровь Иисуса Христа. Обещания суверенного Бога не останутся неисполненными. Характер суверенного Бога более чем справедлив и беспристрастен. Суверенный Бог нам не подочетен. Ну и, наконец, Бог Отец всегда держал в уме Бога Сына, даже до сотворения мира. Читаем мы об этом в Бытии 3 главе 15 стихе. Бог всегда держал в уме Иисуса, но люди этого не видели и не хотели видеть. Видите, последние 4 стиха этого послания, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й. Я пишу словами то, что пытался сказать Павел в этих 4 стихах. Каждый человек, будь то еврей или язычник, должен принять решение. Либо силы Святого Духа поднимет их, и они будут покоиться на Сионе, вечной скале, Господе Иисусе Христе. Или же они потратят свою жизнь на попытки, цепляясь ногтями, взобраться на эту скалу. Нетрудно представить, каким будет результат и последствия этого. Если вы решили, что справитесь сами, заберетесь сами, я умоляю вас. Слушайте, я вас умоляю. Я так сокрушен, потому что не хочу, чтобы кто-то страдал вечно. И дело не в звучании моего голоса. Это моя ответственность. Я умоляю вас, не карабкаетесь вверх сами. Эта скала вас раздавит. Заходите в вагон фуникулера, Святого Духа Божьего. Пусть он поднимет. Вознесет вас к Господу Иисусу, вечной скале. Там вы найдете мир и радость. И прежде всего, вечную жизнь с Иисусом. Ну, а теперь хочу сказать вам то, о чем размышлял многие годы. Я действительно думал над этим очень много лет. Почему некоторые люди спотыкаются об Иисусе, эту вечную скалу? Почему они спотыкаются? Они хотят забраться на эту скалу, цепляясь своими ногтями. Эти ногти личной гордости, будь то гордость этнического наследия, или гордость религиозного наследия, или гордость богословского наследия, эти ногти гордости, ногти важности, говорят, я могу это сделать. Сам. Мои возлюбленные друзья, пока вы не отложите в сторону свою гордость и не позволите Божьему фуникулеру, Духу Святому, просто поднять вас, суд будет давлеть над вами не только в этой жизни, но и в вечности. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Субтитры создавал DimaTorzok